Всем привет! Меня зовут Егоров Алексей. Я являюсь ассистентом Института интеллектуальных кибернетических систем и одним из авторов заданий для конкурса предпрофессиональных умений по направлению программирования и программной инженерии. И сегодня мы с вами разбираем одну из задач конкурса предпрофессиональных умений, проходившего на базе Neomify в 2021 году, задачу про сверченный слой нейронной сети. Вам на самом деле может показаться, что задача очень сложная, она прямо ого-го, но на самом деле нет. Она кропотливая в том смысле, что читая и сталкиваясь первый раз с подобным, вы должны сами разобраться и реализовать простой код. Но на самом деле, конечно, это не настоящий, в смысле не боевой слой, сверченный слой нейронной сети, это некоторое его упрощение, которое можно использовать для тренировки. Давайте попробуем сначала разобраться, что такое сверточный слой, сверточная сеть. Сверточная нейронная сеть – это математическая модель, это один из базовых элементов компьютерного зрения. Этот элемент используется часто и в обработке естественного языка. Это универсальный метод машинного обучения, позволяющий объединить в себе и обучать одновременно как сбор признаков, так и работу с признаками с любыми данными. Что такое сверточный слой? Ну вот, собственно, вот здесь есть достаточно неплохая анимация и картинка, которая показывает, как работает сверточный слой. Это статья на Хабре. Вы можете найти любую другую. У нас есть определенное ядро, оно прикладывается к определенному участку. После этого все, что здесь есть, перемножается, складывается, получается результат. Давайте ради интереса посмотрим, все ли здесь корректно. Вот если мы вот этот синий квадратик приложим к красному квадратику и последовательно перемножим сначала все значения, которые получились путем наложения друг друга, а потом сложим все эти результаты перемножения. То, что будет. Ну вот, смотрите, у нас на диагонали 3 единички, они умножаются на 3 единички. Вот здесь еще одна единичка, она умножается на 0, не учитывается. И вот здесь еще одна единичка, вот она. Она умножается 1 на 1. Таким образом получается 3 и 4. Вот здесь 4. Вот здесь есть гифка, пока я говорил, эта гифка прошла полный круг, и вы можете, собственно, могли тоже видеть, что происходит. Здесь только важно отметить в этой гифке, обратить внимание на вот этот заход наверх. В задаче, которую мы рассматриваем, этого нет захода, такое иногда используется. Но в нашем случае такой необходимости нет. Это так называемый паддинг, то есть возможность сохранять размер изображения без его уменьшения, переходя от слоя к слою. Мы не будем выдаваться в подробности, хотя это может быть достаточно интересно, но это за границей нашего обсуждения и решения этой задачи. Давайте внимательно прочитаем, собственно, как устроена задача. Прямо условия вместе с вами. Значит, сверточные нейронные сети – это элемент компьютерного зрения. Основная операция за счет сверточного слоя, он работает в слой. Следующим образом. Свертка – это матрица размером n на m, вот это свертка, ядро свертки или свертка. В данном случае мы называем это сверткой, важно, чтобы не перегружать вас терминами. Это свертка будет. Изображение – это матрица размером v на h, вот это i, да. Свертка последовательно прикладывается к изображению. Вначале к левому верхнему углу, к левому верхнему, давайте, давайте, сейчас, оп, к левому верхнему, во, к левому верхнему. Потом сдвигается на… Сейчас вот здесь она показывает все, что происходит внутри, суммируется и так далее. Потом сдвигается на один слой в шаг вправо, потом сдвигается еще вправо. Сейчас она опять все просуммирует, просуммирует, терпим. Вправо, 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 потом вниз, вниз, вправо, вниз, 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 ну вот и все. Итак, значит, еще раз, да, на начале прикладывается к левому углу. Причем важно в данной задаче, чтобы они совпали. Это левый угол свертки и левый угол изображения, левый верхний. Затем сдвигается на один пиксель вправо, свертка не выходит с границы изображения. В данной задаче, обратите внимание, в данной задаче не выходит. Как только по горизонтали пройдена вся ширина, свертка перегревается на один пиксель ниже и опять начинает двигаться налево. Кстати, она должна начинать двигаться направо. Здесь забавная ошибка, на которую никто не обратил внимания. Тем не менее, во время каждого приложения свертки к изображению выполняются последовательные операции. Каждый соответствующий пиксель изображения умножается на свертку. Все полученные значения не складываются, и результаты наносятся в новый пиксель так называемого тензора. Итоговый тензор меньше, чем изображение. Да. Ну, собственно, реализуем указанный выше алгоритм с учетом вот этой поправки на ошибку. Но это никого не смутило, как ни странно, из тех, кто решит задачу. Значит, сначала вводятся два целых числа. Это размер свертки, потом целое число ширина, вторая высота, потом сама свертка. Потом вводится размер изображения, потом само изображение. Формат вывода, результат свертки. Для приведенного примера это. Вот он. Как этот пример получается? Ну, давайте ради интереса посмотрим, как получится цифра 3. Мы наложим вот эту матрицу 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 на вот этот кусочек. Она ляжет на 1, 2, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Так как здесь 3 единицы, то это 1, 2, 3. Все, все остальные нули нас не интересуют. 1, 2, 3, получили троечку. Сдвинемся шаг вправо, у нас будет 2, 0, 2, 4. Сдвинемся шаг влево, у нас будет 2, 2, 1, 5. В общем, пример, на самом деле, позволяет легко понять, что происходит. Ну, вот, собственно, здесь есть пример, который я описывал, написан в коде. Теперь посмотрим код. Я использую для написания кода Python. Это не обязательно, но в любой языке я пишу на Python. Собственно, давайте посмотрим на то, как это корректно должно работать. Возможно, код избыточен, но я старался написать так, чтобы было каждое действие понятно. Первое. Мы считываем значение S1 и разбиваем его на два числа. Потом создаем матрицу нулей размером n на m. А потом двигаемся слева направо, читаем строчку и по очереди в каждую ячейку заносим наши считанные данные. То есть вот этот код, вот этот код. Вот здесь мы создали матрицу нулей с nt. Вот этот код, это что такое? Это чтение построчно. Считали строчку, разделили ее на массивы, записали в рез. Считали строчку, разделили ее на элементы списка, считали в рез. Значит, собственно, после этого повторяем эту же операцию для большой матрицы. У нас есть рез и рез 2. Вы уж простите меня за такие названия. Значит, я, собственно, потом переименовал. Да, фильтр это рез, а имидж это рез 2. И обратите внимание, что в питоне списки передаются по указателю всегда. Я мог передать по значению, для этого я должен был написать копию, но я не стал этого делать. Это просто переименование по факту. То есть я никаких новых переменных вот здесь не создавал на самом деле. Значит, дальше. Я имею в виду не выделял всю память для хранения всей матрицы, конечно. Переменные это я создал. Значит, дальше берем размер v, размер h. Я, в принципе, мог взять его из N2, M2, ну, или там, точнее, не из N2, а из N и M. Но в данном случае я решил еще раз, на всякий случай, корректно это обработать. Посчитал размер следующего изображения, которое должно получиться, тензора, да, то есть это размер исходного. Давайте, чтобы вот здесь было в примере понятно. Это размер исходного минус размер вот этого плюс 1. Почему так? Потому что если мы из 5 вычтем 3 и дальше будем сдвигаться, у нас получится всего 2 шага, а на самом деле шага 3. Раз шаг, так, два шаг и три шаг. Вот, собственно, вот так вычисляются размеры. После этого я создал матрицу финальную по размерам rv и rh. Ну и дальше просто последовательно сначала все сложил, а потом просто перемножил. В смысле, смотрите, здесь маленький кусочек один. Значит, первое. Мы вот здесь провели сложение. Все хорошо у нас. Собственно, после этого нам необходимо вывести правильно на экран. Вот эта функция выводит на экран корректно. Или в поток вывода, или в файл, куда вам надо, туда выводит. В данном случае контест позволяет просто принтом выводить в поток вывода, и этого достаточно в данной задаче. Значит, то есть еще раз. Вот эта итерация позволяет нам осуществить правильное сложение. Сначала мы двигаемся по rv, prh, потом по фильтру v, по фильтру h. И, собственно, по очереди складываем фильтр с изображением, а потом корректно выводим на экран, обеспечивая через принт правильную постановку пробелов, переносов и всего такого. Значит, нажимаем отправить, чтобы вы убедились. Хотя первая версия кода была отправлена уже очень давно, тем не менее, нажмем отправить и убедимся еще раз, что у нас все хорошо с этим. Сейчас. Да, еще тестируется. Посмотрим, нажмем кнопочку отчет. И увидим, что оно все еще тестируется. Но, тем не менее, этот код, по крайней мере, на момент, когда я его первый раз запускал, был верным. Здесь только обратите внимание, ничего не будет в тестах указано. Но, тем не менее. Значит, вся сложная задача состоит в том, чтобы корректно представить себе, как накладывается фильтр на свертку. И вот эта проблема с корректным представлением самая большая. Как только вы преодолеваете эти проблемы, у вас легко все получается. Вы просто циклически сдвигаетесь так или иначе. Ну, в общем, она тестируется и будет, видимо, тестироваться еще долго. Не будем ему мешать в этом смысле. Да. Значит, вот код. Вы можете его еще раз потом посмотреть, при желании в этом видео. Учите, что такое свертечные нейронные сети. Вам это будет крайне полезно. Спасибо большое за внимание. И до встречи в Neomify. Спасибо. Спасибо.